Всем доброго дня! В сегодняшнем видео будем говорить про самые важные события и новости этой недели. Актуальная ситуация с коронавирусом сейчас значительно ухудшилась по официальным данным, потому что за эту неделю количество новых инфицированных составило более чем полтора миллиона, и это однозначный рекорд за все время пандемии. По данным института Роберта Коха, в Германии фиксируется ежедневно более чем 300 тысяч новых заболевших ковидом. Но по мнению Карла Лаутербаха, это только официальная ситуация, а в реальности эта цифра может быть значительно выше, как минимум вдвое. Как он выразился, в данной ситуации мы не можем просто наблюдать и ждать, пока ситуация сама по себе улучшится, а также недопустима перегрузка системы здравоохранения. Также он обратился к федеральным землям, чтобы они действовали на местах, предпринимали определенные меры, исходя из сложности ситуации, так как это предполагает новый закон о защите от инфекции. Основным критерием в данном случае для введения дополнительных ограничений является ситуация в больницах. По мнению министра здравоохранения Германии, сейчас ситуация очень сильно напряженная, ее недооценивают, потому что новый подтип омикрона очень легко и быстро передается. И в особенности страдают, конечно же, пожилые люди, которые находятся в группах риска. Именно поэтому он очень настоятельно рекомендовал и призывал немцев идти прививаться, в особенности тех, кто не получил еще ни одной дозы вакцины. Ну а для тех, у кого есть три прививки от ковид, нужно делать четвертую, по мнению Карла Лаутербаха, потому что ситуация с ковидом быстро меняется, вирус мутирует и поэтому защиты, прививки, которые вы сделали, не хватает на длительное время. Помимо этого он также подчеркнул, что именно сейчас у нас есть шанс победить пандемию, но только через обязательную вакцинацию. Как известно, новый проект закона про обязательную вакцинацию в Германии с 18 лет уже рассматривали в Бундестаге, но по этому поводу были очень горячие споры и к единому мнению в правительстве пока не пришли. Поэтому повторное рассмотрение подобного закона планируется на начало или середину апреля. По мнению Карла Лаутербаха, принятие подобного закона это единственно возможный вариант в данной сложившейся ситуации, поэтому он призывает всех политиков работать слаженно для того, чтобы все-таки выйти с этой пандемией и без принятия обязательной вакцинации, по его мнению, это не случится. Но при этом представитель Ассоциации фондов обязательного медицинского страхования заявил, что на обязательную вакцинацию в Германии может попросту не хватить бумаги для того, чтобы разослать миллионы извещений с информацией о правилах и порядке вакцинации против ковид. Ну а так как в Германии на фонды обязательного медицинского страхования возлагается основная ответственность за информирование населения и отслеживание статуса вакцинации, то если клиент фонда отказывается от прививки, то больничная касса соответственно обязана проинформировать об этом полицию. В этом случае непривитому будет грозить штраф. В свою очередь больничные кассы подчеркнули, что они ни в коем случае не выступают против обязательной вакцинации, а наоборот ее поддерживают. Но как прокомментировал эту сложившуюся ситуацию Карл Лаутербах, ему неизвестно о каком-либо существующем дефиците бумаги в Германии. И он считает этот вопрос абсолютно решаемым и что подобное никаким образом не может повлиять на принятие обязательной вакцинации. Далее хорошая новость для пенсионеров. С июля текущего года им в Германии повысят пенсии. На 5-35% в Западной Германии и на 6-12% в Восточной. По мнению экспертов, подобное повышение пенсии, к сожалению, многие пенсионеры даже не заметят, потому что растущая в Германии инфляция их попросту съест. Помимо этого, рост пенсии приведет к тому, что доход многих пенсионеров станет выше необлагаемого налогом. В результате им придется платить налог, что для них означает не только денежные, но и другие затраты. Так как для десятков тысяч пенсионеров это означает, что им придется подавать налоговую декларацию впервые с момента выхода на пенсию. Ввиду стремительного роста цен на энергоносители, коалиционное правительство все-таки согласовало соответственный пакет мер и компенсации. Правительство заявило, что в течение трех месяцев будет снижен налог на топливо. В результате бензин будет дешевле примерно где-то на 30 центов за литр, а дизельное топливо на 14 центов. Кроме этого предполагается предоставление единовременной льготы фиксированной ставки на электроэнергию в размере 300 евро, которое можно будет списать с налога. Напомним, что ранее министр финансов Германии предложил возмещать водителям часть денег, которые они тратят на заправку машин. Но этот вариант не поддержали социал-демократы и зеленые. Также получателям социальных пособий дополнительно выплатят по 200 евро и еще 100 евро положено родителям за каждого ребенка в семье. Ну а для проезда в общественном транспорте на три месяца планируют ввести льготный проездной, который обойдется всего лишь в 9 евро. Подобный билет будет предназначен для всех граждан и его сможет купить любой желающий. Вопросы о том, где и когда можно приобрести подобный билет остаются пока без ответа, потому что еще многие организационные вопросы не решены, в том числе и с финансированием, и в ближайшее время они будут обсуждаться в правительстве. Подобные планы правительства с дешевым билетом на общественный транспорт очень многие одобрили, сказав, что действительно необходимо людей поддержать в такой трудной ситуации и стимулировать их больше пользоваться общественным транспортом. Это также принесет много пользы. Не будет пробок такой огромное количество, также негативных выхлопов в атмосферу, и все это окажет позитивное влияние на окружающую среду. Но вот пассажирская ассоциация пробан не разделяет такого мнения и подвергла резкой критике запланированный дешевый билет на проезд в общественном транспорте. Они считают, что было бы значительно разумнее инвестировать средства в расширении общественного транспорта. Также у них много вопросов к правительству по поводу реализации подобного проекта на практике. Помимо всего прочего, они также считают, что введение такого дешевого билета на проезд особо на ситуацию не повлияет и не принесет значительного облегчения пассажирам. С подобным мнением очень трудно согласиться, потому что тот, кто живет в Германии, очень хорошо знает, какие здесь высокие цены на общественный транспорт. Я думаю, что введение подобного дешевого билета очень сильно поможет людям, которые активно пользуются общественным транспортом. А учитывая рост цен, инфляцию, общее глобальное подорожание, такая помощь со стороны государства будет совсем не лишней. Что вы думаете по этому вопросу, обязательно пишите в комментариях. По мнению экспертов, в сложившейся ситуации рост цен будет не только на товары и услуги в Германии, но и на медицинское страхование. На данный момент медицинские страховые кассы испытывают колоссальный финансовый дефицит по официальным данным. Бюджет системы нуждается в поступлении финансовых средств. Одним из источников финансирования федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах видит именно повышение взносов на медицинское страхование. Как он интересно выразился, нам необходимо открыть четыре крана. Повысить резервы эффективности системы здравоохранения, использовать резервы фондов медстрахования, предоставить дополнительные федеральные субсидии и повысить взносы. Насколько же планируется повышение таких взносов и с какого времени пока еще неизвестно, потому что подобный вопрос будет только обсуждаться. Но Ассоциация больничных касс уже заявила, что дефицит бюджета на следующий год составит 17 миллиардов евро. Что касается тестирования, то как сообщалось ранее, с 1 апреля экспресс-тесты, которые сейчас бесплатные должны были стать платными для всех граждан, исключая определенные категории. Но, как заявил Карл Лаутербах, это очень действенный механизм по выявлению инфицированных, и именно поэтому они оставили его в действии, то есть бесплатным до конца мая. Но, по мнению Карла Лаутербаха, если ситуация с коронавирусом этого потребует, бесплатные тесты для граждан будут доступны и после 31 мая. Мы будем принимать решение в зависимости от ситуации, пояснил министр. Известно, что в последние недели в Германии в магазинах существует дефицит на определенные товары, в особенности, конечно же, первой необходимости. И в данном случае также растительные масла это не обошло стороной. Люди их раскупили, все, что было фактически, в особенности в более низкой ценовой категории. И сейчас во многих магазинах, когда вы заходите, растительное масло есть, но оно по достаточно высокой цене. Те варианты, которые были подешевле, сейчас даже уже никто не выставляет. Эксперты в данном случае отвечают, насколько было рационально и разумно закупать столько растительного масла. И есть ли в этом вообще какая-то необходимость? Как сообщает Ассоциация по переработке масличных культур, действительно, в последующее время будет определенный перебой с поставками сырья. Речь идет про подсолнечник, лен и сою с Россией и Украины. Напомним, что Украина и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла. А 94% спроса на этот продукт Германия покрывает именно за счет импорта. У многих сейчас, конечно же, возникает вопрос, ну а где же делись все эти запасы растительного масла? Неужели все склады пустые и все распродали? Конечно же, аналитики на это отвечают, что на складах существуют еще старые запасы и они никуда не делись, соответственно. Но в связи с ростом цен на энергоносители, сырье с перебоями поставок сырья, этот товар будет очень дорожать. И если его уже выставят на полки магазинов, то совершенно по другим ценам. В актуальное время в связи с войной в Украине Германия продолжает принимать беженцев с Украины, оказывая им социальную помощь в виде жилья, одежды, питания, также медицинской страховки. Помимо этого, они смогут изучать здесь немецкий язык, а также получить разрешение на работу. По некоторым предварительным прогнозам ожидается прибытие в Германию до 250 тысяч украинских школьников. Президент Ассоциации немецких учителей считает, что для обучения такого огромного количества украинских детей потребуется не менее 15 тысяч дополнительных учителей и несколько тысяч воспитателей. Речь также может идти о сотнях миллионов евро, которые потребуются для реализации этой задачи. Предполагается, что будут создаваться определенные интеграционные классы, где дети смогут изучать немецкий язык, а также интегрироваться в новой среде. Также планируют, что возможно будут даже учебные программы на украинском языке, но здесь, естественно, понадобится больше украинских учителей. По официальным данным, все больше людей в Германии находятся в не очень стабильном психологическом состоянии из-за давления общего страха войны, которая может прийти с Украины в Европу. Именно поэтому линии доверия и социальной психологической поддержки сейчас очень перегружены, и, как говорят эксперты, каждый пятый звонок о войне. По данным этих организаций поступают звонки от разных возрастных категорий, но в основном, конечно же, обращаются люди среднего и пожилого возраста. Они беспокоятся про подрастающее поколение, про внуков, детей, как в общем ситуация будет складываться, про негативные последствия, они чувствуют определенное давление, страхи, нестабильность и, конечно же, требуют определенной психологической помощи. Для того, чтобы помочь себе как-то морально, очень многие психологи рекомендуют, конечно же, не катастрофизировать ситуацию, не впадать в отчаяние, не думать и не строить самые негативные исходы, а все-таки больше настраиваться на позитив. Отвлекаться от этих мыслей, не сидеть днями в интернете, в соцсетях, смотреть эти новости, потому что, естественно, сейчас очень много негатива и плюс множество непроверенной информации, фейков, пропаганды, которая только негативно на нас влияет. Старайтесь все-таки не поддаваться этим манипуляциям и провокациям со стороны СМИ, политической пропаганде, навязывания определенных мнений, потому что, как вы видите, сейчас идет активное разжигание межнациональной ненависти, людей очень настраивает негативно друг против друга. Все это, естественно, определенные политические маневры, а люди в их руках это просто определенный ресурс. Поэтому давайте сохранять здравый смысл, любовь к ближнему и оставаться просто людьми. А на сегодня это была основная актуальная информация. Не забывайте также, что еще больше полезного и интересного вы можете найти в наших группах в Facebook. Также у нас есть Telegram-канал и второй YouTube-канал. Все ссылки в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание, спасибо, что сегодня были с нами. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч!